Он орал как на все это. Даже я глухой человек слушал. Понимаете, с этим я у меня обратно. Ришат Файрушин первым пришел на помощь мальчику. Когда он его увидел, у того голова была рассечена и шла кровь. Он усадил ребенка на скамейку и вызвал скорую помощь. Несмотря на серьезную травму, мальчик был в сознании. Не знаю, он жив останется. У него мозги даже, мне кажется, я после этого даже плохо стал. Кусок льда упал школьнику прямо на голову в момент, когда он выходил из арки. Этим маршрутом второклассник добирался до школы каждый день. Отец мальчика считает, если бы вовремя управляющая компания убирала снег, то ЧП бы не произошло. Сказали, как не знаю, правда-неправда, то, что как его увезли на скорой, сразу до управления убрали кровь, и все льдиные это убрали сразу за собой. По ЖКХ-17. По ЖКХ-17 несут ответственность. Мне даже это не важно, понимаете. Мне не важно, что, как. Мне важно, чтобы ребенок остался жив, главное. Козырьки балконов Новохитова-19А в снежных шапках. Плюсовая погода сделала свое дело. Снег со льдом, то и дело, падает вниз. В прошлые годы помнил, что убирали. Вот ЧП какое-нибудь будет, теперь начнут убирать. Управляющая компания считает, виноват собственник балкона. Крыши здесь самодельные, поэтому следить должны те, кто их установил. Очень многие на пятых этажах построили себе козырьки, и они обязаны эти козырьки счистить после снегопадов. Некоторые домоправления с этими хозяевами этих квартир, где самострой козырьков, да, они составляли договор и счистили силами работник в домоправления. Кто виноват, определит прокуратура. Альберт Суяргулов поручил разобраться, с чьей крышей упала глыба, кто был ответственным за уборку. Детали произошедшего устанавливает и следком. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ребенка с открытой черепно-мозговой травмой перевезли в ДРКБ. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.